Линкс Лайт Линкс Лайт Линкс Лайт В нем мне сразу же в глаза бросились вот такие вот наклеечки с лошадками, но об этом позже. На самом деле данное письмецо мне пришло достаточно давно и распаковка его снимаю спустя такой немалый промежуток времени, но я надеюсь на меня никто не обидится. Алиса у нас с этого раз канала Хорсбург Продакшн и она мне желает 50 тысяч подписчиков и не просит меня ставить галочки. Это странно, в последнее время практически во всех письмах меня просят это делать. Вот, ниже идут вопросики, на которые я сейчас обязательно отвечу. Какая самая желанная моделька? Если говорить про шлях, то каких-то прямо вах-вах-вах хотелок среди них у меня нет, но я все еще хочу себе приобрести, но никак вот просто не сделаю это перширонского жеребца. Когда-нибудь, когда-нибудь мои лапки до этого дойдут. А если внешне их, то я хочу начать покупать другие фирмы, то есть это коллекта, среди них даже не знаю, кого фавориты свои записают. А также хочу из брейеров купить себе несколько стейбликов и это уже я планирую в ближайшее время осуществить. Сама делаешь маникюр? Ну вообще да, во всех моих роликах маникюр был сделан ною. Ну а вот как назло, вот именно вот в этом вот видео у меня ногти не накрашены и все переломанные. Ну, ну, потому что как бы да, не судьба. Какая самая любимая масть? Я обожаю вороных ребят. Какая желанная сумма подписчиков? Не считая правильным ставить себе определенные рамки, что вот нужно достичь такого-то числа или еще что-то. Хотя на данный момент я безусловно жду 10 тысяч, потому что, ну, все-таки значимая циферка. А так для меня в первую очередь важно постоянное развитие канала. И сколько у меня подписчиков не было, я буду стараться увеличивать это число, стараться улучшать качество видео. Я всеми силами буду стараться не разочаровать уже имеющуюся аудиторию. Ну и, конечно же, завлечь новых людей. Смотришь конные фильмы? Если да, то какой самый любимый? Несмотря на мою любовь к конному спорту, к лошадям, именно фильмы с ними мне, как правило, не очень заходят. Но из всего просмотренного, пожалуй, могу выделить фильм «Боевой конь». Ниже идет содержание письма, наклеечка с жеребенком и милый рисунок единорожки. С содержанием первым пунктом у нас идет недоуздок. Кстати, к нему прилагается чомбур, который у нас в списке идет вторым. Мне кажется, это сочетание черного и желтого очень классно подошло нашему коню танго. Теперь мы распакуем вальтрапчик. Он у нас в отдельной упаковочке, где подписано, что ножницами не открывать. Это правильно, потому что я накосячить могу. О, какая красота! Лежал он, кстати говоря, с меховушечкой. Я считаю, что эта нежная гамма подходит нашей Мишельке. Дальше по списку идет письмо, которое мы с вами уже прочитали, наклеечки, которые мы уже также рассмотрели, и рисуночки. И у нас здесь очень классная, реалистичная лошадка. Что ж, Алиса, спасибо тебе за подарочки, а мы идем дальше. Дальше у нас идет посылочка, которая уже немножко приоткрыта. Так получилось чисто случайно, потому что мои родители подумали, что это пришло им, как бы да. Однако не переживай, внутри они ничегошеньки не трогали. Там все лежит так, как и лежало. Потому что после того, как они открыли эту посылочку, то сразу поняли, что это нет. Так что мы только в плюсе, и нам не нужно все это добро открывать. Так, мы же ничего не забыли. По-моему, нет. Так, сейчас будем пытаться среди всего вот этого вот добра найти письмо. Так, тут все подписано циферками, так что трудностей нам разобраться, что к чему не составит. Сияшечки, блестяшечки, да, мою любовь к всему блестящему не убить. Забыла сказать, все это добро у нас пришло от Дарри. Она пишет, что давно хотела отправить мне письмо, но никак не решалась, а зря. Я всех вас люблю, не стесняемся. Дарья, я счастлива знаю, что тебя вдохновляют мои видео, и что тебе нравится сериал «Демон во мне», а также видео, где подписчики управляют Лорей. Ты классный, сами видео у тебя классные, спасибо. Переходим к ответу на вопросики. И первый из них, почему ты бросила конный спорт? Мне не очень нравится слово «бросила», я его не бросала, ну, блин. В первую очередь это связано с тем, что, как вы знаете, конный спорт за спорт не из дешевых, и плюс мои родители совершенно не поддерживают такое увлечение. Они считают это очень опасным. Но в будущем, как появится возможность, я, безусловно, вернусь в спорт, и это не обсуждается. Почему ты продала Бреера? Кто не знает, у меня был Бреер Марвари, и этой весной я его продала. Это был мой единственный конь в таком масштабе, и поэтому все, что он делал, это, ну, изредка появлялся в видео прикол ради, а большую часть времени просто пылился на полке. А вот деньги на шляйхов, на новых персонажей для сериала «Психа» мне было необходимо раздобыть. Поэтому было принято решение продать Марваре человеку, который в нем заинтересован, а не просто, типа, ну, вот, пускай тут постоит на полочке. Как звали твоего коня, когда ты занималась конным спортом? Несмотря на то, что занималась я им совершенно недолго, за это время я сменила очень много конюшен, и на этих конюшнях тоже было немало лошадей, на которых я ездила, поэтому список лошадей, на которых я в какой-то промежуток времени занималась, он просто огромный. И, наверное, я сейчас не буду из всех перечислять. А ты пользуешься амуницией, которую тебе присылают подписчики? Как я думаю, все прекрасно знают, у меня шля их исключительно для съемки видео. Амуниция напрямую связана с конным спортом, просто так я ее куда угодно не поставлю. Но сериал, например, «Революционеры», «Узники свободы», плюс еще у меня планируется сериал про КСК, очень-очень нескоро, но тем не менее он когда-нибудь добудет. В этих проектах очень даже много вероятно, что будет мелькать ваша амуниция, поскольку у меня своей нет, и шляховской тоже очень мало. Так что ждите. Как я думаю, вы уже заметили, у нас тут блестящая лошадка, и плюс прикреплено нечто с изображением морковки. Не удивлюсь, что там морковка, как думаете, я угадала? Так, осторожно, это бы все оторвать, потому что все письма я храню, и хотелось бы хранить в хорошем состоянии. О как! Опа-на! Я вот сейчас была просто удивлена, не знаю почему, но я не ожидала, что здесь будет такая вот кормушечка. Прикольно, просто реально не ожидала. По циферке 2 у нас идет содержание, давайте к нему приступим, чтобы не запутаться. И, о да, галочки! В первом списке идут два пакетика с амуницией, однако под номером 3 у нас идет некий загадочный сладкий сюрпризик, так что предлагайте не по списку, а по номерам, и просто в списке отмечать, что мы уже достали. И под сладким сюрпризом у нас скрывались миниатюрные чупа-чупсики. Хрум. Под номером 4 идут стикеры, написано не разрезать, мы не будем это делать. На первом стикере нас ложат, которая совершенно не собирается надевать некий ужас с удилами. И правильно, зачем? Потом конях, который клянчит яблочко. Мы же все яблочки любим, я-то яблочки люблю. Упертая морда, которая сказала нет, не знаю на что, но она явно чем-то недовольна. И красное сердечко, в котором у нас единорог с радужной гривой. 4 штуки, все как положено. Под номером 5 нам тоже ничего нельзя разрезать, потому что там лежит амуниция. И первый набор, который я достала, идет на Венецию. Второй комплект у нас очень яркий, и поэтому я думаю, что его можно было бы надеть в лорьки, потому что его грива и хвост явно будут в цвет. Под номером 6 у нас идет попона на вновь Венецию и на другую любую лошадь. О, здесь вновь так классная тканька. Кстати, очень оригинальная, теплая, зимняя попонка. Так, и оранжевая. Эм, лорь, сорки. Не жирно будет, давай иди отсюда. Я хочу это примерить на кого-нибудь другого. Эшли, быть может, тоже в попонке нуждается. Так, тут идет нечто сложное, потому что кардео для Венеции шайтана и на любую белую тяжика лошадь. У меня чисто белых тяжиков больше нет, но сейчас что-нибудь придумаем. Ааа, как это распаковать-то? Так, вот они, три наши кардео. Так, понимаю, что синенькая на Венецию, красно-черная на шайтана и голубенькая я надела на тину. Ну, не чисто белая, но тяжко. Под номером 8 идет лошадка не шлях. Я еще больше заинтригована. Вновь все бронебойно запаковано, это здорово. Эта фигурка определенно из какой-то коллекции, мне кажется, но я не знаю. Кто в теме, напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще я подозреваю, что она может светиться в темноте. Но это я потом как-нибудь проверю. В любом случае, поняха очень милая и может быть где-нибудь даже очень классно будет смотреться на фончике. И последний сюрприз на сегодня, который идет под номером 9. А кто это у нас тут такой выглядывает? Самое сладкое, как вы поняли, я оставила на конец. А, картоночки, картоночки, картоночки. Нет, нет. Сделал вид, что я тебя достала вместе с этими картоночками. Дружище. Я хочу картоночки. Yeah. Да, я странная. Да, мне было принципиально достать его вместе с картоночками. Божечки, посмотрите на эту рыжую морду. К сожалению, у меня не совсем подходящее освещение, и камера плохо передает свет. Но он реально прям рыжий-рыжий. По цвету этот пупс близок к оттенку шерсти Дельгада. У кого он есть, тот знает, насколько у него яркая шубка. Обычно я черт знает, сколько не снимаю бирочки с лошадей, но тут я все-таки сделаю. Ладушки, скрывать не буду. Я знала, что это рыжая бестия будет в данной посылочке. Поскольку Даша писала мне и спрашивала, есть ли у меня этот же ребенок, нравится ли он мне. На самом деле, этот же ребенок Минишетти относится к тем моделькам, которые мне всегда симпатизировали, которые мне всегда нравились. Но я их не покупаю, так как они не подходят мне именно для сериалов. А вот фотографировать их я до безумия люблю. Мне всегда нравилось фотографировать вот эту парочку вместе. Но теперь фоточки с ними будут еще более динамичные, так как к ним добавляется третий же ребенок. Вот я сейчас думаю, успею ли я пофоткать их всех втроем до того, как выйдет это видео. Ну, если я успею, то сейчас, значит, будет ставочка с фоточками, а если нет, то ждите их фотографии в моей группе ВКонтакте или в Инстаграме. Ссылочки на все есть в описании под этим видео. Что ж, огромнейшее тебе спасибо за посылочку и за вот такое вот реже чудо. А всех остальных рысят я благодарю за то, что вы досмотрели данный видеоролик до самого конца. Если у кого тоже есть желание отправить мне посылочку, то связаться со мной вы можете через Инстаграм или ВК. Ссылочки на и то, и то есть в описании. Да и всех остальных я тоже там жду. В Инстаграмчике всегда очень много спойлеров, сторисов со съемок. Да и в целом, все самые свежие новости о канале всегда из группы ВК и Инстаграме. Ну и, конечно же, я туда выкладываю фоточки, слушать Мишля их. Что ж, мои хорошие, будьте оригинальными, желаю вам всем вдохновения и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok